Беседа 65-я, Бытие 45-25 Из вчерашней беседы нашей вы видели любомудрие Иосифа и невыразимое незлобие, какое он оказал своим братьям. Он не только не напомнил им об их поступках в отношении к нему, но и их самих при возвращении к отцу убеждал и советовал не обвинять друг друга в том, что они сделали против него. Но отложив всякий гнев, совершать путь в единодушии. Теперь рассмотрим дальнейшее событие, чтобы нам видеть возвращение братьев Иосифовых к отцу и переселение Иакова в Египет. И то, как он, узнав об Иосифе, снова расцвел и сделался, так сказать, юношей из старца. Кто может выразить словами ту радость, какая была у Иакова, когда он узнал, что Иосиф жив и достиг такой великой знатности? Но вы знаете, что неожиданное счастье производит особенно большую радость. Узнав, что тот, кого он уже столько лет считал добычей из зверей, теперь начальствует над всем Египтом. Как он от столь великой радости не лишился ума? Ведь сильная радость часто сопровождается такими же последствиями, какими и чрезмерная скорбь. Можно видеть, как многие слезы проливают от излишней радости, а другие нередко приходят в беспамятство, когда видят то, чего не ожидали, и когда нечаянно встречают живыми тех, кого считали умершими. Но чтобы яснее была наша речь, снова выслушаем прочитанные места священного писания. И пошли они из Египта, и пришли в землю ханаанскую к Иакову, отцу своему. Известили его, сказавши, «Иосиф, сын твой, жив!» И теперь владычествует над всей землей египетскую. Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. Видишь, как я говорил, Иакову невероятным казалось известие об Иосифе. Так что мысли его волновались, и он рассказ братьев считал обманом. В самом деле, они сами прежде принесли одежду Иосифа, обогренную в крови козла, и уверяли отца, что сын его сделал содобычей зверей. А теперь говорят, что он жив и начальствует над всем Египтом. Смутившись духом, Иаков размышлял сам с собой, что бы это значило. Если справедливо прежнее, то невероятно настоящее. А если настоящее верно и справедливо, то ложно прежнее. Смущало его особенно то, что прежде он слышал от своих детей одно, а теперь узнает от них другое. Но они, видя смущение отца, и желая уверить его в справедливости своих слов, показали колесницы, которые прислал Иосиф, чтобы увезти его. Тогда ожил дух Иакова, отца их. А после слов представили колесницы. Едва могли убедить отца, что рассказы их не ложь. Видя постные колесницы, чтобы отправить ему в Египет, ожил, сказано. Старый, преклонный, летами, согбенный, Иаков вдруг помолодел духом, сказано, ожил. Что значит? Как огонь в лампаде, когда скудевает теле и начинает угасать, но лишь только прибавит кто-нибудь, хотя немного илея на лампаду, огонь, уже готовый погаснуть, тотчас издает яснейший свет. Так и этот старец, уже готовый угаснуть от скорби, и не хотел утешиться, говоря, из печали, сойду я в преисподнюю к сыну моему. Теперь, узнав, что Иосиф жив и начальствует над Египтом, увидев и колесницы, ожил духом. И старца столь стал юношею, рассеял облако грусти, утишил бурю помыслов, и, наконец, успокоился. А все это устроил Бог, дабы праведник после таких страданий обрел, наконец, утешение и сделался участником благоденствия своего сына, а с другой стороны, чтобы исполнились и сновидения, которые он сам же истолковал, сказав, «Неужели придем я и мать твои, и братья твои, поклонимся тебе до земли?» Поверив виденному и слышанному, Яков воскликнул, «Довольно сего для меня, еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру». Это весьма важно, говорит, превышает всякое разумение и затмевает всякую человеческую радость, если еще жив сын мой. Итак, поспешим, чтобы мне иметь свидание с ним прежде, нежели умру я. Вести это воскресило дух мой, прогнало немощь старость и укрепило мой рассудок. Если мне придется увидеться, то я умру, насладившись совершенной радостью. Итак, немало, немедля, праведник отправился в путь. Он ускорял, спешил посмотреть на своего возлюбленного сына, увидеть царем Египта того, кого он считал уже давно умершим и добычей зверей. Пришедший к ладезю клятиному, он вознес благодарственную молитву Господу, Богу, отца своего Исаака. 698. Слыша это, научимся тому, чтобы когда предпринимаем ли что-нибудь, беремся ли за какое-либо дело или отправляемся в путешествие, прежде всего возносить молитвенную жертву Господу и не иначе, как и спросив его помощь, начинать предпринимаемое дело и таким образом подражать благочестию древних праведников. Отправился Израиль со всем, что у него было и пришел в Версавию и принес жертвы Богу отца своего Исаака. Чтобы видно было, что шел по следам отца своего и это обнаружил в служении Богу, подобно Исааку. И как он сам предварительно благодарственной молитвой показал свою признательность к Богу, то тотчас же последовали знамения Вышнего благоволения. Предусматривая дальность пути и смотря на свою старость, он боялся, чтобы внезапная смерть не лишила его радости видеть сына. И поэтому молил Господа продолжить его жизнь, чтобы он мог насладиться совершенной радостью. И смотри, как благой Бог обнадеживает праведника. И сказал Бог Израилю в видении ночном, Иаков, Иаков. Он сказал, вот я, Бог сказал, я Бог, Бог отца твоего, не бойся идти в Египет, ибо там произведет тебя народ великий. Я пойду с тобой в Египет, я и выведу тебя обратно. Иосиф своей рукой закроет глаза твои. Вот как Господь обещает праведнику то, чего он желал, и даже еще больше, щедрость его часто превышает наше желание по свойственному ему человеколюбию. Не бойся, говорит, идти в Египет, так как Израиль устрашала дальность пути, то и говорит ему Бог, ты не смотри на немощь в старости, я сам буду сопутствовать тебе, и все благоустрою для тебя. Заметь божественность, нисхождение в словах, я пойду с тобой в Египет. Что может быть блажение и того, чтобы иметь самого Бога спутником? А затем последовало и утешение, которым особенно имел нужду старец. Иосиф сам своей рукой закроет глаза твои. Он, возлюбленный твой, он сам приготовит тело твое к погребению и возложит руки свои на очи твои. И так с радостью, без всякого опасения предпринимай путь. Теперь представь себе, каким благодушием праведник совершал путешествие, получив из божественного обетования такое удостоверение. Иаков отправился из Версавии, повезли сыны Израилевы и Иакова, отца своего и детей своих, и жен своих на колесницах, которые послал фараон, чтобы привезти его. И взяли они скот свой, имущество свое, которое приобрели в земле Хананской, и пришли в Египет Иаков и весь род его с ним. В шестидесяти душах сошел Иаков в Египет, и Иосиф с сыновьями своими бывшими у него был девятым, так что вместе с Иосифом всех душ было семьдесят пять. Для чего Божественное Писание с такой точностью показало нам число лиц? Для того, чтобы мы могли видеть, как исполнилось проречение Божие Иаку, и в народ великий и соделаю тебя там. От этих семидесяти пяти душ потомство Израиля распространилось до шестисот тысяч. Видишь, как ни напрасно и ни без цели Писание показало нам число переселившихся в Египет. Но чтобы мы видели, от какого малого числа, какое великое число душ произошло, и чтобы, смотря на это, всегда веровали обетованиям Божественным. Когда подумаешь, как после смерти Иакова и Иосифа царь египетский употреблял все усилия, чтобы уменьшить их потомство и не дать ему размножиться, однако ж не успел в этом, а рода Иакова более и более прибавлялся и увеличивался, то удивись, изумись промышлению Божией и знай, что не может не исполниться определенное им хотя бы кто придумывал тысячи препятствий. Но рассмотрим все по порядку, чтобы знать, как произошло свидание Иакова с сыном. Когда Иаков приблизился к земле египетской, то, говорит, Иудов послал перед собою Иосифу, чтобы он указал путь в Гессем и пришли в землю Гессем. Иосиф запряг колесницу свою и выехал навстречу Израилю отцу своему в Гессем и увидев его, пал на шее его и долго плакал на шее его. Птих 29 Произошло то, о чем я вначале говорил вам, что нередко чрезвычайная радость заставляет проливать слезы. То, что пришло ему на ум, сколько он сам выстрадал и сколько вытерпел из-за него отец, представил себе и то, сколько времени прошло после их разлуки, и как сверх всякого ожидания, и он видит отца, и отец видит сына. И он испускал потоки слез и показывал этим величайшую радость, благодаря Господу за совершившееся. И сказал Израиль Иосифу, умру я теперь, увидев лицо твое, ибо ты еще жив. Я насладился, говорит, тем, чего желал, достиг того, чего уже никогда и не ожидал. Со мной случилось то, чего я никогда не надеялся. Наконец, довольна уже мне жить. Я увидел моего вожделенного, и для полного моего утешения достаточно видеть, что ты еще жив, ты, которого я давно уже считал умершим и добычей зверей. Отеческий голос, полный любви и вполне обнаруживающий душевное состояние. И сказал Иосиф братьям своим и дому отца своего, и я пойду извещу фараона и скажу ему, братья мои и дом отца моего, которые были в земле ханаамской, пришли ко мне. Эти люди пастухи овец, ибо скотоводы они и мелкие крупные скотства и все, что у них привели они. Если фараон призовет вас и скажет, какое занятие ваше, то вы скажите, мы рабы твои скотоводами были от юности нашей до ныне, и мы и отцы наши, чтобы вас поселили в земле Гесем, ибо мерзость для египтян всякий пастух овец. Заметь разумность, какой дает совет братьям, не просто и не случайно, внушая им это, а желая поставить их в большей безопасности и не допустить их до смешения с египтянами. Так как египтяне гнушались людьми, ведущими пастушескую жизнь и презирали их, а между тем братья Иосифа не имели египетского образования, то поэтому Иосиф и советует им наперед выставлять свои занятия, чтобы под этим благовидным предлогом можно было отделить лучшую для них землю, где бы они могли их жить безопасно. И пришел Иосиф и известил фараона и сказал, отец мои, братья мои, с мелким и крупным скотом своим, и со всем, что у них, пришли из земли Ханаанской, и вот они в земле Гесем. И из братьев своих он взял пять человек и представил их фараону, и сказал фараон братьям его. Какое ваше занятие? Они сказали фараону, пастухи овец рабы твои, и мы, и отцы наши сказали фараону, мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пожити для скота рабов твоих. земля земля египетская говорит им, что можно поставить их и старейшин над скотом моим. Затем ввел Иосиф и отца своего Якова к фараону, и представил фараон, и благословил Яков фараона. Фараон сказал Якову, сколько лет жизни твоей? Так как фараон видел перед собой старца самой глубокой старости, то есть спрашивает его числе лет. И сказал Яков фараону, дней странствования моего сто тридцать лет, малые несчастные дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их. Вот как все праведники проводили настоящую жизнь, как бы на чужой стороне, и так в ней располагались. Послушай, как и Давид говорит, странник я и пришлец, так и Яков говорит. Поэтому Павел сказал о древних праведниках, что они сознавали, что они странники и пришельцы на земле. Дни, говорит, которые я прожил и малочисленны, и бедственны. Здесь он разумеет годы рабства, какой он терпел у Лавана после бегства учиненного им из-за брата. Потом, после возвращения оттуда, скорбь столь долговременную о предполагаемой смерти Иосифа, еще многие другие бедствия им испытанные. Представь себе, в каком страхе он был, когда Симеон и Левий в отмщении за свою сестру истребили целый город и взяли в плен всех жителей Сихема. Он сказал тогда, обнаруживая беспокойство, в котором находился, и вот я сделался ненавистным для всех, и каждый из живущих на земле сделает мне зло. Поэтому, говорит теперь фараону, малы и несчастны дни жизни моей. Так и оправдалось то, что говорил он братьям. «Поселил Иосиф отца своих и братьев своих и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рамсес, как повелел фараон, и снабжал Иосиф отца своих и братьев своих и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства». Что значит по числу тел? Значит сколько потребно было для каждого. В Писании обыкновенно называется «весть человека», иногда душой, иногда телом. И как выше было сказано в 75 душах сошел Яков в Египет вместо того, чтобы сказать 75 мужей и жен. Так и здесь говорится по числу душ, то есть на каждого человека. Таким образом в то время, когда весь Египет и земля ханамская страдали от голода, дом Якова благоденствовал, имея продовольствие как бы из источников каких-либо текущих. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился. И изнурены были от голода земли земля египетская и земля ханамская. 702 Примечая неизреченное промышление Господа, прежде нежели усилился голод, он вел праведника в Египет, чтобы он нисколько не испытал бедствия, угрожавшего земле ханамской. И когда все туда стеклись, собрал сказано Иосиф все серебро отживших в Египте и в Ханаане, и так раздавал им хлеб. И наконец оскудело все серебро и стали, что приносили в дом фараонов. все египтяне сказали дай нам хлеб, ибо мы умираем перед тобой. Кончилось серебро. У нас говорят нет уже денег, чтобы купить, потому что погибаем мы от голода. Не отвергни же нас, которому угрожает смерть, дай нам хлеба, чтобы нам можно было жить и не умереть. И Иосиф сказал пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам хлеб за скот ваш, если серебро вышло у вас. Если нет у вас денег, я приму от вас стада, если серебро ваше истощено, приведите ваших домашних животных и получите хлеб. Не имея серебра ни скота, так все у тебя господина нашего, ничего другого не остается, только одно тело и земля наша. Прошел этот год, пришли к нему на другой год и сказали, не скроем от господина нашего, что серебро истощилось из стада скота нашего у господина нашего. Ничего не осталось у нас перед господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах твоих и нам, и землям нашим? Купи нас и земли наши за хлеб, и мы землями нашими будем рабами фараону. А ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля. Себя сами они отдали в рабство, отдали землю, чтобы только прокормить и так силен был голод. И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждое свое поле, ибо голод одолевал их, и досталась земля фараону. Египтяне отдали ее, будучи принуждены к тому голоду. И народ сделал он рабами голод, только земли жрецов не купил он, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались со своим участком, который дал им фараон, посему и не продали земли своей. Вот какое благоразумие и какую мудрость имел Иосиф. Он не оставил их томиться голодом, и всю землю приобрел фараону, вместе с обращением в рабство всех египтян. Сказал им, какая щедрость, сказал Иосиф народу, вот я купил теперь для фараона вас землю вашу, вот вам семена и засевайте землю, когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеянии полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим. Поэтому и те, чувствуя благодояние, говорят Иосифу, ты спас нам жизнь. Добретем милость в очах господина нашего и добудем рабами фараону. Видишь ли щедрость Иосифа, зная, как египтяне тягощены нуждою, зная, сколько труда и усилий они должны были перенести при обрабатывании земли, он говорит им, семена я вам буду доставлять, а обо всем прочем вы сами употребите ваши старания, если будут плоды, отдавайте одну часть, а четыре части будут оставаться у вас. В награду за труды и в запас для пропитания вашего. И поставил Иосиф в закон земли египетской даже до сего дня пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону. Да слышат нынешние люди, какие преимущества в древности давались служителям идолов, и да научатся, хотя такую же честь оказывать тем, кому верено служение Богу всяческих. Если древние заблуждают и совершая служение идолам, думали, что они воздают особенное почтение идолам, когда такой чести удостаивают служители их, то какого осуждения заслуживают те, которые ныне не имеют попечения служителей Божьих? Разве не знаете, что эта честь переходит к Господу всяческих? Итак, не смотри на того, кто принимает честь. Не ради его самого ты должен делать то, что требуется от тебя, но ради того, кому он служит, чтобы ты мог получить от него щедрое воздаяние. Поэтому-то и сказал Господь, сделавший единому из них для меня сделал, и принимающий пророка во имя пророка, примет награду пророка. Разве Господь не посылает тебе свои воздаяния соразмерно с достоинством или слабостью служителей своих, он награждает тебя или осуждает сообразно своим расположением, и как честь воздаваемая через них подает нам великое дерзновение, потому что он усвояет себе то, что делается для его служителей, так и презрение их низведет свыше великое наказание. Господь усвояет себе как воздаваемую честь, так и презрение, зная это, никогда не будем пренебрегать попечением об иереях Божьих. Говорю это я не столько о них заботе, сколько о вашей любви. Желаю, чтобы вы через все приобретали себе благо. Даешь ли ты столько, сколько получаешь от Господа? Какое ты служение оказываешь? Однако из-за это незначительное и ограничивающиеся настоящей жизни служение ты можешь получить нетленные награды и неизреченные блага 704. Размышляя об этом, будем внимательны к этим служениям. Рассчитывай не издержки, но ту пользу и прибыль, какую можем через это приобрести. Если мы, видя кого-нибудь близкого к человеку, обличенному мирским величием, стараемся оказывать ему всевозможные услуги, зная, что честь воздаваемая ему переходит к его покровителю, и что он, сделавший это известным своему покровителю, может таким образом еще более расположить его в нашу пользу, то тем более так будет у Господа всяческих. Если кто окажет какое-либо человеколюбие и сострадание прохожему человеку или поверженному на распутье, то Господь усвояя себе это обещает вести сделавших им что-либо доброе в Царство Небесное и сказать «Придите благословенно Отца моего, ибо палкал я и вы дали мне есть». Тем более тот, кто оказывает свои услуги подвязающимся ради Господа и обличенным священным саном, получить не только такое же воздаяние, но и гораздо большее, так как человеколюбивый Господь всегда с большим избытком вознаграждает за сделанное нами. Итак, не будем хуже неверных, которые еще находясь в заблуждении относительно идолов, оказывали такое попечение об их служителях. Но сколь великое различие находится между заблуждением и истиной между служителями идолов и служителями Божьими, такое же различие между покажем и самом почтении, дабы получить свыше тем большее воздаяние. И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились. Таково было обетование Божие Якову, сделаю тебя народом великим там. И жил Яков в земле египетской семнадцать лет, и было дней Якова, годов жизни его, сто сорок семь лет. Бог определил столько времени для жизни Якова, чтобы он оставил ту жизнь, получив достаточное утешение за те бедствия, которые претерпевал во все продолжение жизни. Но если хотите, чтобы не тяготить в вашей памяти множеством сказанного, остальное оставим до другого времени и на этом окончим нашу беседу. При этом убеждаем любую вашу тщательно внимать тому, что говорится, постоянно сохранять это в памяти и непрестанно содержать в уме, размышляя о подвигах терпения праведников, о великодушии, о вере в божественные обетования, когда они не колебались умом вследствие того, что происходило после обетований, но твердо уповая на всемогущество обетовавшего им, кротко переносили все и через это возвеличивались. Вот и этот праведник, сколько лет оплакивавший Иосифа, как умершего, наконец увидел его управляющим египетским царством, и достатчудный Иосиф после рабства, после заключения в темнице, после всех других страданий им претерпенных, получил начальство над целой страной. Если мы проследим все заключающиеся в Писании повествования, то найдем, что все добродетельные мужи шествовали путем искушений, и только таким образом получали свыше великую помощь. Поэтому, если мы хотим удостоиться благоволения Божия, не будем нетерпеливы в искушениях, не будем унывать, когда они постигают нас, но лучше будем радоваться и веселиться, укрепляя себя верою, и зная, что тем большим будем наслаждаться промышлением Божиим, если решимся все переносить с благодарением. Да будет же всем нам дана и настоящую жизнь провести в добродетели, и будущих достигнуть благ, благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.